МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Ненецкого округа побывался рабочим визитом на востоке региона. Региональное отделение «Единая Россия» выдвинуло кандидатов на должность губернатора Ненецкого округа. Список претендентов будет направлен на согласование в Генсовет партии для последующего внесения кандидатур губернатору Архангельской области. Заплати налоги и живи спокойно. Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год остался месяц. Уплатить налог необходимо до 15 июля текущего года. Смена маршрута из-за пандемии, выезд на летний отдых и оздоровление воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» в этом году состоится позже запланированных сроков. Об этом не только в ближайшие 20 минут. Ненецкие единороссы определились с кандидатами на должность губернатора НАО. Президиум Рекполитсовета Ненецкого регионального отделения «Единая Россия» 18 июня приняло решение о выдвижении трех кандидатур на должность главы региона. Это временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный, мэр Наринмара Олег Белак и глава Малоземельского сельсовета Михаил Талеев. Теперь в соответствии с законодательством данные кандидатуры будут направлены для согласования в Генсовет партии. И в случае благополучного прохождения кандидатами этой процедуры они поступят к главе Архангельской области. Напомню, Ненецкий округ относится к так называемым матрешечным субъектам и территориально входит в Архангельскую область. Губернатор НАО избирается методом многоступенчатого согласования. В соответствии с ним представленные в собрании депутатов партии выдвигают до трех кандидатов на рассмотрение главой Архангельской области. Тот в свою очередь отбирает не менее пяти кандидатов, которых предлагает президенту России. Глава государства выбирает из предложенных кандидатов трех, которых представляет в собрании депутатов Ненецкого округа. На последнем этапе окружные депутаты из представленных им кандидатур выбирают губернатора региона. Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября. Юрий Бездудный и замминистра транспорта России Андрей Костюк обсудили реализацию проекта по строительству дороги Нарьин-Марусинск. Рабочая встреча прошла в формате видеоконференц-связи. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа обратил внимание профильного министерства на длительный срок строительства стратегического для региона объекта. Нарьин-Мар и Ненецкий автономный округ совершенно необычный субъект. На сегодняшний день округ не имеет круглогодичного транспортного наземного сообщения. Единственным способом круглогодичного связи с большой землей является авиационный транспорт, самолет. А он очень дорог. Мы, к большому сожалению, имеем возможность доставлять грузы только в зимний период, когда устойчивые минусовые температуры по зимнику, и с открытием навигации. Все остальное время есть только возможность пользоваться авиационным транспортом. И для нас эта дорога на Нарьин-Марусинск это не просто объект, это стратегический объект. По сути, это дорога жизни, которая связывает нас с большой землей. По этой дороге не только пойдут грузы, по этой дороге люди поедут отдыхать летом. И для нас чрезвычайно важно, чтобы эта дорога как можно быстрее построилась. Андрей Костюк, в свою очередь, сообщил о поддержке министерством проекта, который находится на контроле президента России. Председателем правительства было принято решение о выделении 4 миллиардов рублей для продолжения стройки в этом году. Я думаю, что в конце следующей недели ждем выхода распоряжения правительства. И после этого деньги поступят в регион для совершения строительства данных успехов. Ну и, безусловно, необходимо продолжать дальше проводить торги на следующую часть. Поэтому спасибо вам за вашу настойчивость в данном вопросе. В завершение встречи стороны договорились о совместной рабочей поездке на объект для оценки процесса строительства. В Каратайке построят новый пришкольный интернат на 80 мест. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки в Рио губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в населенный пункт. В делегацию вошли руководители профильных департаментов, парламентарии, а также представители прокуратуры, МЧС и полиции. Подробности в следующем материале. В преддверии Дня медицинского работника разрешите вручить вам знак, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Это поистине заслуженная награда для Галины Рочевой. Уроженка поселка Каратайка уже 28 лет спасает жизни людей. Из них 22 года в родном поселке. Женщина окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт в 90-м году. Шесть лет проработала в детской поликлинике Северной столицы, а после вернулась на родину. Врач стояла у истоков телемедицины в Ненецком округе. Нужно срочно иногда принимать какие-то решения, вызывать Санрис или Санринмара чаще всего. Или, допустим, у нас была ситуация, когда мы для ребенка Санрис вызывали с Моркуты, не было погодных условий. Ну, в общем-то, надо быть здесь специалистом на все, что называются руки. Надо, как бы, понимать во многих специальностях медицинских. То есть, поэтому мы считаемся врачами общей практики. Сегодня Галина Родчева заведует Каратайской амбулаторией. В медучреждении строгий порядок. Есть телемедицинское оборудование, с помощью которого врач может проводить консультации с окружным центром. Один недостаток – плохой интернет. Впрочем, Юрий Бездудный заверил, проблема будет решена. В рамках рабочей поездки в Каратайку временно исполняющий обязанности главы региона посетил все социальные объекты поселка. Магазин потребительского общества, дом культуры, школу и детский сад. У нас неделя, в общем, как бы, выходят с 24-го все на работу. И готовимся, да. 24-го августа выходят, готовят. И готовимся полностью к приему детей с 1 сентября. И 1 сентября все дети приходят прекрасно. Вы какие-то ремонтные работы делаете? Косметика. Косметика. Снаружи на здание покрасили, какие-то внутренние работы были. Особое внимание уделили пришкольному интернату. Здание в плачевном состоянии. Оно продувается ветрами со всех сторон, да и попросту морально устарело. Самая болевая точка – это необходимость строительства интерната. Условия, в которых сегодня дети живут, совершенно невыносимые. Принято решение о том, чтобы войти в федеральную инвестиционную адресную программу и в следующем году начать строительство интерната. Мы посмотрели место, на котором будет он располагаться. Кроме этого, есть острая необходимость строительства ФАПа в поселке Варнак. И этот ФАП уже строится. Поэтому в этом году в поселке Варнак появится новый ФАП. Отдельный вопрос – это котельная. С этим Дмитрий Валентинович уже неоднократно обращался. Есть острая необходимость строительства котельной. По информации окружной администрации, 9 июня заключен контракт на проектирование новой котельной. Планируется, что уже в 2021 году начнется ее строительство. Алина Ваучейская, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Коротайка, Ненецкий округ. И теперь об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе. За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они выявлены на Харьяге. Все пациенты получают амбулаторное лечение на месте. По информации окружного профильного департамента, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 95 человек. При этом 70 из них успешно прошли лечение от COVID-19. Стационарное лечение в Ненецкой окружной больнице на текущий момент продолжают получать 8 пациентов. Это 5 человек с Харьяги, двое с округа и один иногородний. На амбулаторном лечении на месторождениях с учетом пяти новых случаев, выявленных на Харьяге, находится 15 человек, в том числе один на западном Хасидаю. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмарье поселке Искателей находится 369 человек. Под наблюдением врачей на Харьягинском месторождении 444 человека, еще 40 на западном Хасидаю. Сняты с контроля 1679 человек. Всего с начала пандемии в регионе проведено 3891 исследование на коронавирус. Выезд на летний отдых и оздоровление воспитанников центра, содействуя семейному устройству «Наш дом» в этом году состоится позже запланированных сроков. Из-за осложнившейся эпидситуации в Ивановской области, куда дети должны были отправиться с 11 июня по 15 июля, поездку отменили. Выезд в Геленджик, запланированный на вторую половину лета с 16 июля, состоится. Планируется, что дети отдохнут на Черноморском побережье 44 дня до 28 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Безудный поручил руководителю профильного регионального ведомства Сергею Сверидову рассмотреть возможность выезда в Геленджик раньше запланированного срока в связи с отменой отдыха в Ивановской области. Сергей Анатольевич, прошу держать вас на личном контроле. Очень важно, чтобы наши дети отдохнули в летний период и получили нормальное оздоровление. Как сообщил Сергей Сверидов, санаторий на Черноморском побережье, в который отправятся воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом», откроется с 1 июля. Мы рассматриваем это вопрос увеличения контракта на 10%, чтобы дети могли туда раньше поехать. Но при условии, конечно, они откроются с 1 июля. Пока это тоже под вопросом остается, но пока дата определена 1 июля. По информации пресс-службы администрации, у округа на летний отдых. В Краснодарский край отправится 40 воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» в сопровождении шести взрослых. В Ненецком округе выберут новых региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конкурсный отбор уже объявлен. В соответствии с законодательством, статус регионального оператора будет присвоен победителям торгов на срок не более чем 10 лет. На торги выставлены два лота. Это первая зона, в которую входят Нарьинмар, поселки Искатели и Красное из села Тельвиска. И вторая зона, в которой относятся все остальные муниципальные образования Заполярного района. Заявки от потенциальных региональных операторов принимаются до 29 июня. Напомним, соглашения с действующими рекоператорами, комбинатом по благоустройству и бытовому обслуживанию и Север-жилком сервисом были заключены на один год после присвоения им статусов рекоператоров в октябре прошлого года. Решение о возложении функций региональных операторов на муниципальные предприятия было принято после того, как в декабре 2018 года единый региональный оператор, выбранный на основе конкурсных процедур, отказался от осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. После этого переход на новую систему обращения с отходами был отложен до января 2020. Налоговая инспекция напоминает, для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год остался месяц. Уплатить налог необходимо до 15 июля текущего года. О том, как подать декларацию, а также о налоге на профессиональный доход в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Отчитаться о полученных доходах за прошедший год необходимо в срок до 30 июля. Однако выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо ранее, до 15 июля 2020 года, несмотря на поздний срок предоставления декларации. Обязанность по предоставлению налоговой декларации возникает у тех физических лиц, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального срока владения, получившие доходы от выигрышей в лотерею, получившие доходы от подарков, не от близких родственников, также получившие доходы от аренды своего имущества и получившие доходы от зарубежных источников. Также обязанность по представлению налоговой декларации возникает у нас у индивидуальных предпринимателей, у нотариусов, занимающихся частной практикой, открывшие собственный кабинет, находящихся на общей системе налогообложения. Предоставить декларацию 3 НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту своего учета. Налоговую декларацию возможно заполнить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Наши ссылки. Также прийти в налоговую инспекцию, записаться онлайн и принести ее на бумажные носители через многофункциональные центры. И в этом году в Федеральной налоговой службе разработано новое мобильное приложение, доступное на Android и iOS, где вы можете скачать данное приложение и заполнить налоговую декларацию именно там. Также через мобильное приложение налоги ФЛ можно получить бонус к реализации установления налога на профессиональный доход для легализации самозанятых. В ходе реализации мер поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса правительством было принято решение поддержать тех, кто с начала года подключился к реализации этого режима. Сейчас всем, кто его использует, начислено так называемый бонус в размере одномомброда 12 130 рублей. Его можно использовать на... можно только использовать на уплату задолженности по этому налогу, либо на уплату начисления по этому налогу до конца года, до конца текущего года нужно его использовать. То есть его нельзя обналичить, перевести на карту, на другие цели потратить, потратить на уплату иного налога, то есть на уплату только этого налога. Добавлю, бонусом могут воспользоваться как уже ранее зарегистрированные пользователи приложения налоги ФЛ, так и те, кто планирует регистрацию до конца текущего года. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. С 19 июня возобновлено движение по маршруту 101 поселок Искателей, поселок Красное. Утром в первый рейс отправился вахтовый автобус индивидуального предпринимателя Ивана Калюжного, который выиграл двухгодичный тендер на осуществление пассажирских перевозок по муниципальному маршруту. Расписание движения по маршруту 101 и стоимость проезда остались прежними. 250 рублей для взрослых, 150 рублей для детей. Предусмотрен льготный проезд для отдельных категорий граждан. Студентам, исключая волонтеров и пассажирам старше 65 лет, стоит помнить о временной отмене льготного проезда из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с возобновлением движения по автомобильному маршруту 101 Северная транспортная компания прекращает осуществлять рейсы на судах на воздушной подушке по маршруту город Наринмар, поселок Красное и обратно. Средневековая женская подвеска, фрагменты керамики и металлический шлак. На территории Ненецкого округа обнаружено старинное поселение. Среди артефактов необычный предмет, назначение которого предстоит определить. Важные исторические находки были сделаны в ходе археологической экспедиции с сотрудниками музейного объединения Ненецкого округа. Подробности у Ольги Русул. Я беру на себя внимание, что тут подвеска, она очень хорошо сохранилась. Эта медная подвеска некогда принадлежала средневековой жительнице этих мест. Ее, как и другие предметы, обнаружили во время археологической разведки в нижнем течении реки Печора, в 2,5-4 километрах северо-восточной деревни Куя, на обширных песчаных выдувах. Здесь и обнаружилось поселение эпохи Средневековья. Оно располагается в труднодоступном месте, окруженном водой. Два дня работы принесли отличный результат. Вот, я чуть позже покажу более детально. Вот, например, одна из них, называемая лапчатая подвеска. Это ее часть, можно сказать, одно звено. Такие находки, распространенные в том числе на территории нашего региона, например, найденные на Хебеде по дарском жертвенном месте в Большей земельской тундре, они датируются, как правило, 11-14 веком. То есть, это так называемое высокое Средневековье. И распространены они не только на территории нашего региона, но и по всей европейской части нашей страны. Археологи заложили на месте три шурфа. В одном из них обнаружилась еще одна ценная и в то же время необычная находка. Она как раз-таки была найдена нами в шурфе. Пока не совсем понятно, что это. Скорее всего, это обломок, возможно, предмета культа, культового литья, или предмета утилитарного, повседневного назначения, возможно, часть оформления ножа или ножиц для ножа тоже. Пока непонятно, мы с коллегами пытаемся добиться разрешения этого вопроса. Еще были найдены несколько фрагментов керамики. Вот они здесь находятся чуть левее от меня. Некоторые из этих фрагментов имеют орнаментальные мотивы. Они имеют аналоги с теми находками, которые уже были найдены на территории нашего региона, в частности, на известном памятнике «Угорская сопка». Среди находок археологов металлический шлак. Несмотря на некоторую непрезентабельность, важный экземпляр, подтверждающий, что местные жители занимались металлургией. Еще одно подтверждение этому – несколько наконечников стрел. По всей видимости, этот памятник относится к кругу памятников, который выделен Александром Михайловичем Урыгиным. Это ученым из города Сыктывкар. И обозначен им как Нижнепечорский или Новоборгский культурный тип. Это целый ряд памятников, в частности, городища Новый Бор. Они находятся рядом с одноименным населенным пунктом в республике Коми. Также к этому кругу памятников относится такое поселение, как «Угорская сопка», городище Кобылиха и некоторые другие. Перечислять их всех я сейчас не буду. Но, как правило, эти памятники по радиоуглеродным датам, та же «Угорская сопка» датируются примерно 4-7 веками, то есть ранним средневековьем. Полученные во время экспедиции находки пополнят фонды музейного объединения. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хороших выходных. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok